обидно проигран на этике, потому что мне кажется, Габр мог лучше сыграть на этике. Ну, мне кажется, играл на этике, просто не пошло играть из-за того, что он, ну, не держал RPG. Так что там, в основном, всего 50 были за счет трубы. Да, да, да. Там все удержание. Ну, не знаю, этик вообще такая, карта, как сказать, не очень стабильная. То есть, с тем же Габром играл там очень 50 на 50. То я его выношу, то он меня выносит. Ну, все зависит от того, как и держим RPG, как контролим свет. Вот. Ну, это понятно. Я не могу посмотреть, что-то у нас на сервере происходит. Хотя сейчас посмотрю. Ну, там, встреча локдаун. То есть, ставили паузу, когда игра закончилась, там еще такой же, как сейчас у нас на сервере. Два на 11 в поле, Савра. Возможно, я не обсуждаю скрипты Габра, либо обсуждаю третью карту. Третью карту биоскалжер и дикаты с другими каратами. Именно смущает то, что пауза поставилась именно после фразы. Жерка, ну, это, возможно, просто совпадение, конечно. Скорее всего, это совпадение, может быть, скорее всего, джерк... Знаете, джерк, я смысла, далеко на спаме, но, скорее всего, он просто не успел добежать до Гавра, врага не было, и они, не понимаете, как поставили паузу. Вижу, но ничего писать дальше не будет. Вот, все, карта меняется. Не знаю, какая сейчас будет карта, я бы на их месте сыграл бы кавернс, это было бы, мне кажется, справедливо, что ли. Оба оппонента любят эту карту, это была бы интересная игра, конечно, это была бы спам игра. Спам гейм, как написал джерк. Ну, почему-то сейчас на сервере биохазард, ну, я не знаю. Нет, все же, к сожалению, игроки вышли с сервера. Вот эта печаль, когда био, как ты сказал, стоит по умолчанию, то есть нам... Нет, 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 нет. Био, видимо, не была проблема с бочками, потому что оба, их жерк и Гавра, перезаходят в игру. То есть мы с лобах. Замечательно. Третья карта не обламывается. Ну, био, мне кажется, тут будет все очевидно, потому что Гавра не очень хорошо играет эту карту, а жерк, как истинный. Задрот. Думаю, спокойно одержит победу. Ну, био за 100 года. Можно посмотреть. Да, само собой. На самом деле я играл с Гавром био. Это была не слишком серьезная игра, тем не менее Гавр очень хорошо в ней сыграл, и там отрыв был, ну, очень маленький, то есть как бы Гавр напрягся, то есть была у него какая-то мотивация, он хорошо в меня попадал, убивал в нужных эпизодах, там было в небольшой разочке. 4-6 фрага, где-то так вот. Но если сейчас Саур проига, который с РПГ, то это будет для него очень. Я почему-то спрашиваю эту Гавру про Повку, хотя он сам знает то, что он стреляет. А мы немножко кинем, опа, а мы ему стримки кинем. Пацаны, да, эти стримки кинем? Стримки кинем. Да у меня же он это в архиве будет. Сверхмощный шотган, скрипт на шотган из Лего, воровские скрипты. Не знаю, на самом деле Гавр стреляет точно из близкостью, точно в голову, то есть я не удивляюсь на самом деле его стрельбе. Мы все понимаем, что Гавр нормально стоит, и ничего таки, естественно, его стрельбе нету. Но Лешко не может стрелять, и поэтому удивляется, как бы встреча олдскула и нового поколения игроков. И Лешко не понимает, как так можно стрельбе. Причем Гавру очень хорошо настраивает рейт, и чтобы у него все отлично не лагало, он даже написал в чате. То есть человек не скрывает ни своих настроек, ничего абсолютно. Но сейчас я сомневаюсь, что можно поставить какие-то рейты, и ты начнешь вносить... Здесь можно очень комфортнее будет играть с каким-то там определенным пингом. Но здесь я с таким пингом пять ни разу не играл, поэтому я не могу, как бы сказать. Сейчас если ты поставишь себе нормальный рейт, то ты будешь нормально попадать в дроби, и остальные рейты, они как бы не будут иметь какого-то большого значения. Плюс, возможно, у Гавра это очень сильно зависит от рейтов, потому что он играет с ноутбука. То есть это все же очень многочисленный фактор. В общем, топ-1 раз в синий году их... Хотя, на самом деле, Гавр не показывал никакую крутую стрельбы с дробейка за 150 метров, то есть он спокойно просто выносил огромное количество хп именно вплотную. То есть не было какого-то... Да-да-да, то есть это был выстрел на уровне головы и плеч. Чего-то были стопроцентные выстрелы в Сочи бы субискорстами, то есть не было никаких там рандомных хитшотов за 100 метров. Вопросы, проблемы вообще никакого нет. Не знаю, почему Жерк презирается к нему. Блядь, Жерк так что проиграл локдаун, если бы он этому не предрался, это был бы не Жерк. Так что ничего удивить ему. Но если ты промахтишься в еблот, то это уже к себе нужно. Да-да, проблемы, 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 пытаясь тут что-то поделать. На самом деле Жерк давно снимал видео про ПВН, который тоже бегал по паблику и снимал каждый раз за выстрелом 100 хп. Это ПВН там снимал видео? Да, это ПВН, как раз снимал видео, где Жерк просто не... Фантастический приз, дабл. Вот, и тут получается повторение такой ситуации. Ну ничего необычного как бы. Кстати, да, вот сейчас Гавр написал про рейты 66 на 9000, с такими рейтами играет класс. И на самом деле дробовик с ними получается намного почему-то покучнее, или даже, не знаю, помощнее. Ну не знаю, в принципе Гавр класс очень хорошо срежет дробовика, поэтому, возможно, это приносит сверху. Я вас удивляю. Я не стал доценить эти рейты, потому что с ними игра какая-то нестабильная. Вот Жерк спрашивает, как может быть 9000. То есть, на самом деле, максимум апдейта рейт не ограничено никак. Просто, видимо, Жерк давно не разбирался на сроках ГДМа. Возможно. Ну, кстати, я хотел влупнуть один эпизод. Помню, в 2009 году была тренировка SF в формате 2-2. Я играл, если не ошибаюсь, с Элиминатором, либо со Страйдером. В команде, это, собственно, не суть. Играл я против Джерка и Кросса. И на кавернсе я кинул рандомную гранату в Джерка. Просто чисто рандом. Вот эта Джерка обвиняла в ВХ за одну рандомную гранату за всю игру. Позвал в скайп, и мы в 40 минут обсуждали мой ВХ. 2009 год. Ну, кстати, я, по-моему, даже помню, это гранату. Граната была кинута от зарядки на лестницу, которая ведет, ну, как сказать, к пятерке. По-моему, это не та граната. Ну, возможно, это был похожий момент, на самом деле. Я не знаю, откуда ты вычеркнул информацию про гранату на пятерку. Не на пятерку, а на лестницу, которая идет из воды. Вот, я, может быть, просто про этот момент подумал. Ну, вот, теперь я понял, я кидал ее именно на лестницу, которая идет из воды. Но кидал ее не в жарко, вылетел из игры. А, ну да, у него была неверная команда. Сейчас я у вас уже от разборок этих небольших. Хочу, хочется посмотреть на игру. У нас, куджарка, я думаю, здесь будет преимущество, если он сможет контрдептерпг. Ну, единственное, что мне не нравится, что когда Гаур игрался на био, он слишком часто ломился, когда я был с трубой. То есть, ну, играл мини-кемперно как-то. В принципе, он ломился и часто меня убивал, но это, не знаю, не всегда было эффектно. Ну, мне кажется, если Гаур будет играть то же самое, что на океан, Гаур просто не придется даже спускаться вниз, Гаур будет каждый раз напыгивать гранаты. Ладно, наконец-то, дел хай-пэп. Иж мы начинаем. Гаур стреляет воду на части. Я не знаю, откуда такая традиция. Есть такая традиция. Ну, как хороший спаун, он сразу с РПГ. Ну, это я не знаю. Но, девятнадцатый спаун ему не повезло. Ой-ой-ой, как же так. Давай, Жерка у нас сейчас будет... И Жерка у нас сейчас будет... И Жерка у него ловит гранаты. Я у него опять-то рада. И Жерк просто строчит патруху. Вообще, если честно, Жерк с РЛ очень опрометчиво. И если бы Гаур попал в него с РПГ, он, помню, вообще не попал. Там, там, блядь. Он сильно очень промазал. Что-то было бы 2-0 и... Он просто, ну, промазал. Жерка выпил на эфаде. Опять Гаур отдает... ...в центр. Но, в Жерк с РПГ. Гаур промазал шарик. Сейчас бы... ...выбежать РПГ на центре. И просто пойти в РПГ. Но Гаур не решился. И зачем так пошел... Ну, он просто хочет все же убить Жерка. Но почему-то, да... У Жерка и РПГ... ...мог спокойно пойти в РПГ. Жерк пошел понять, что их внизу ловить. Вот, ну, странно. Фейк от Гаура. Если Жерк слышал аптечку снизу, и сейчас услышу бодропить там. Он не услышал, просто идет чекать по стволу. Ну, все, у него РПГ есть. Благодаря фейку. Спасибо, Гаур. Я достал РПГ. Если с уже зарядкой, то может сделать хэшот с Гаура. Но нет. Нет, Жерк собернул вниз. И Гаура не ожидал защищения. Жерк прочекал форсетку. Жерк закончил спортом. Потом добылся с НГ. Спортболка всегда. Гаура. Ну все, Жерк вышел вперед, но один фраг. Главное у него РПГ. Очень удачный момент для Гаура. Да, он мог сейчас лучше сыграть, но не получилось. Еще один раз Гаура уже. Но Ломес, он более токсичнее пытается сыграть. Все правильно сделал, вышел в упор, не пропал гранаты и терялся. Сосос, ну и постолк. Жерк, по-моему, он вообще не ожидал такого. И попади Гаура лучше. Здоровец я, который я ему с тобой скажу. Слушай, если ты ЛСКП, если бы он реально так смазил, то вообще он был вот так. Так, не угадал куда кинуть гранаты, к сожалению. Может, Жерк услышит то, что он спрыгнул вниз? Ну, если бы Гаура сейчас, можно сказать, правильно сыграл, он не стал с 14 хп. Стоять на месте, решил сыграть нагло, но не учился в него попасть. Близости мог бы выбежать и вам что-то срубить оппонента. Как с топориком, но не получилось. 4-0, Жерк перехватил контроль после суицида в начале игры. Ну, сразу видно, что вот, когда я смотрю за гавром, видно, что Билл это не его карта. Скажем так. Он не знает. Ну, Жерк чувствует на этой карте, как рыба в один, он все-таки прекрасно с нами. Здесь же 100 года он здесь играет. Ну, по крайней мере, 2007 года он точно играет, как свою дамашку. Ну, это был гавр с того направлением. Жерк уже делает 6-й фраг. 7-й. И невыгодный респаун у Гаура прямо в боте. В общем, в РПГ можно было рискнуть и сходить. Но Гаура решил на арт-2 убежать. Тем самым, опять-таки... Ты не знаешь, зачем он не пилит на арт-2? Да. Жерк красиво у него загрузит. Может быть, красивый фраг. Он за что-то не пилит на арт-2. Да. Ну, подставил Жерк ракеты. Просто Гаура. Но Гаура не бежит, что-то уже сзади. За ним просто... Человек. Да. Да. Бежит бешеный человек с дракетами. Неплохой фраг. Мне кажется, Гаура сыграл ошибку в начале, когда он пошел за РПГ. Но потом фейк с РПГ тоже он отдал на РПГ Жерку. Да. Как бы, если ставишь за РПГ Жерку, то это всё. Габелла. Не снимал. Как бы, как говорит Слэм. Через Слэм мой фанат. Я его фанат над Слэмом. Что-то непонятно, что сейчас хотел сделать Гаура. Ну, в принципе... Ну, да. Ну, как бы... Не знаю, что это Гаура. Эта карта не его. Смотрит за ним и кажется, что... Человек просто не знает, что ему нужно именно делать. Счет уже 11-0. Жерк пытается делать рикошет. Привет, Этихо. Че, не пойман Гаура? Тут игры или нет? Да. Наконец-то. Мы этого момента долго ждали. Но на центре у него остается. Правильно, какого у него мало. Пытается идти в ТП. Но... Ах, смотри. Да. Жерк не ожидал. Она дает аптечке резвенность, за которым, собственно, Гаура и шел. Жерк бежит с бочки. Прям как Штейр... Привет, Штейро. Привет, Штейро. Что-то по его положению он так и будет стоять внизу. Не, у нас пауза, я так понял. Или не пауза? Да, у нас пауза на себя. Просто без звука я не мог понять, снижается ли Гаура. Прям там... Ну ладно, пауза как пауза, посмотрим. Счет тем временем я открою великую тайну. Счет 12-1 на сервере. То есть мы сейчас увидим фраг от Жерка. Да, мне интересно так прогнозировать будущее. Ну это, в принципе, даже удивительно. У Жерка нет, грубо говоря, РПГ, у Гаура РПГ, но все же фраг достанется Жерку. Какое чудо. Ну, судя по всему, Гаура просто полупость спустится вниз. Сейчас посмотрим. Пока что нет. А вот теперь... Вот теперь почти да. Вот теперь... Слушай, ты прям угадал. Но тем не менее, Жерка его там не подловил. Гаура побежал мимо, а Жерка уже на Р2. Опа! С шариком не попал кор. Ой-ой-ой, Гаура. Ай, Жерка... Да, неплохой был вообще. Выстрел с дороги. Да, выстрел хорошо. Но были шансы. Опа! Опа! Окей, Жерка понравились риты. Пацаны, какие там риты были? Я ставлю себе такие риты и буду уничтожать их в дроби. Знаешь, мне кажется, это риты хороши для их пинга. Но вау, спинк у них просто... 5-10. Ну, грубо говоря, все. Ну, грубо говоря, все. В своих играх было. Писуйте. Нет, не знаю. Это все, очень часто риты Гаура и... все различные риты, вот, через ТВ. Я бы... Может, еще у компьютера зависть? Да. Рекоменация от Жерка, я иду ставить все эти. Прикиньте, как я буду попадать в дроби, если это правда работает. Просто. Ну, Гавр, реально не знаю, что делать. Не знаю, как бы Джерак попал в дроби и дуплетом в упор. Конечно, он много снимет, неудивительно. Ну, мы бы удивились, если бы Джерак не снял бы ничего. Да, товары типа по идее не работают. Ну, да я тебе, Том, и говорю, что смотришь за Гавром, кажется, что он убивает. Не, не его. Хотя со мной он играл, мне кажется, гораздо лучше. Ну, мне кажется, что он не знаю. Я не видел, что он писал там, что там было. Про то, что там он полнарой недели не играл. То есть, кто же может сказываться? Так, зашел на Джерак. Ну, ладно. Хорошо играет. Бог, конечно. Если бы он знал, что у него тренцах. Он, кажется, достал БСНГ. Ну, нет, все. Это разгром. Пока что. Может быть, еще Гавр берет. Все, Гавр даже физику не отбивает. Ребят, что происходит? Ну, он не должен. Он ходит с бочкой, с спиной. Павший Грены и опять ушел вниз. Опять он как бы проигрывает позицию. Гавр взял оружие. Ну, Джинсу ждет. Ждет Аркада своего оппонента. И почти. Почти. Вот, ребята, если сейчас попал в Джерак, то это был бы ВХ. Это был бы на СВХ, все дела. И не надо лично сменять тем, что у него там огромные старшие игры. Там, бла-бла-бла. Это все. Фигня полнейшая. Это был бы ВХ. Да. И каждый зал мог добить какой-нибудь жертв. Решил все же сберегить. Решил не рисковать. Ну, фу. Да, не знаю. Не знаю, что в данном случае нам делать. Надо РПГ брать под контроль. Ага, стоит на месте. Ничего не делают. Зачем? 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 Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем. Он тебя очень много снял. Ну, вот. Вот, с меня дайте на завязку, пожалуйста. Не иди на завязку. Гавр, гавр. Ладно. Жерр долго не лезь. Это скрипты Гавр. Существует... 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 На самом деле, у нас был гранат, вполне... Ну, ничего. Сверху с СВХ не было. Ээээ... Гавр... Гавр не пошел до этого с РПГ. Да и почему Гавр не идет в РПГ, я не знаю. Можно такое решить? ОК, Жерр. Ты тип РПГ про, а я тебе скажу игру без РПГ. все таки вот наконец сделал фраг с трубой кстати отличный был респаун для гавра есть шансы догнать его больше оговор разыграется вот он спустился вниз как ты говоришь в данном случае жертва тоже не ожидался вдвоем он начал брать арту я может он просто отдумался и начал брать трубку наоборот не сможете порвать топ-1 россия пиздец ты вырешил ну ладно можем просто пору давать гавра уже суровым было отлично попал в дорогу там уже было неважно там жерк оставил спец хп и даже кривой выстрел с левыми рейтами жерк плохо кинул гранату прям в принципе все правильно делал жерк с украина это очевидно с бочкой как что это скрипты нет скрипты не помогли да да я как раз заснял как раз это это мейнстрим я так скажу что зачем гавр поперся наверх если на тех кто брать вот это фейл что получить коробку посылка новогодний подарок сейчас набил что гавр пошел пропустил его да не увидел может быть плачевно закончится он сам не очень пойму гавр но смог попасть и гавр не смог реализовать свою выгодную позицию с первым временем оппонент пытается лопать изверх гавр зарядился но джек не очень зарядился гавр попадание скольку 45 хп уже у гавра в таких числа раций я советую все время идти наверх я бы не стал стоять вот там где стоял гавр а сразу пошел бы наверх в тп там были аптечки и можно подкорвать атак договор потратил я решила неплохо закрутил на зарядку но я хочу сказать что в такой ситуации сложно выбить сразу все 100 хп если ты пойдешь немного в сторону то все 100 хп не выбьешь а оппонент зарядка и он уже отошел хорошо в принципе сыграл мог убить жерка но почему-то в жерке 8-2 хп это это рейд компонент но есть нет мадару стримить игру и как ты знал это выход ну вообще-то все было очень все было полюсом с тобой свидетели два свидетеля там на что не смотрят кстати я бы знаю что с с с с сторонку от тебя тупо тупо 80 ну вполне возможно что он пишет его в этих случаях можно делать при фаер стену ты стоишь в рпг открываешь дверцу и с рпг стреляет стену ты можешь предупреждать вдруг он за батареей напротив стоит вот фактически ты можешь его попасть на неплохо либо просто отогнать тебя так же сделал рпг и делает свои фраги тем не менее гавр смог вырваться из позорного лица до счета но сейчас он вполне приемлемый т т т т гавров все же хочет его т т т т т т т т т не повезло молоток в руки т 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 конечно ну конечно с арбалета так т т т т т т т м т т т set не т т т т оторв が Да, тут у нас точно надо сокращать состояние до минимума, тем более у Гаурова может быть, может быть, кто-то таранит меня. Но Джерк, видимо, почувствовал всю силу шкуритов. Я помню, короче, я скинул свой конфиг панде, и пану так выгорел, что он просто на нем летает. А потом, правда, выгорел, что он прилипает к полу. Короче, это эффект, мне кажется, плацебо, то есть, ты сочет новое, тебе кажется, что... Я не знаю, я не верю, что... Да, подкрылся, понятно ли, в РПГ, че взяешь, и... Все. Джерк, как обычно, рэш, что-то хорошее, как жертва. Вся, мог жертва убить оппонента, но в такой ситуации, когда противник сверху... Я считаю, что это уже довольно близкий на такой карте. Тем не менее, ГГ, все мы знаем, все мы видим, жертва... Ну, карта почему-то кончилась. С крипты, с крипты ВХ... Вот это лепота. Так, оба оппонента уже вышли из игры. Это же печально, мы хотим четвертую карту. Напиши Гавру, что мы хотим четвертую карту. В принципе, мне кажется, если бы Гавру нормально начал играть в начале, брал трубу хотя бы, хотя бы сделал намеки, он бы, мне кажется, мог даже выиграть. Да, возможно. Счет был 17-4, в итоге он стал 25-15. Разница. Ну, мне кажется, все равно, жертва бы выиграл, то есть... У Гавра, конечно, был шанс на победу, но для этого надо было играть. К сожалению, он его не использовал в начале. И не допускает тактические ошибки. Главное, контролировать RPG, и не давать это делать жерк, потому что жерк, собственно, вся игра и строится от контроля с RPG. Вот, ну, у нас... Даже не знаю, с кем прощаться, а то мы будем смотреть наш стрим. Да, пробно, пробно. А что, через 10 лет? Самая забавная, если это не сохраняется на Twitch к себе. Чего не сохраняется? Не, самая забавная, если это не сохранится на Twitch. Да нет, у меня настройка стоит то, что сохраните в истории все стримы. Суперк, через 10 лет мы это посмотрим и посмеемся. Да, надеюсь, если вообще стрим будет работать. Видишь, закроется как ловнот, не все. Да, в общем, отличная игра от жерка, и Гаврук показал, кстати, очень хорошую игру. Он очень сильно удивил жерка, что она начала подозревать его в скриптах. Ну ладно, давай так, дай я по-честному, а чтобы жерк кого-то подозревал, в чем-то не надо играть. Да, надо просто убить жерк, и все. Ну, просто убить недостаточно. Все, в общем, ГГВП всем. Ты был стрим от Велса.